Смотрите, ребят, так как запись у нас сейчас идет, давайте я вам расскажу свое видение, как приглашать, как приглашать просто на лайте, налегке, так чтобы вы себя комфортно чувствовали, так чтобы максимальная была конверсия. Давайте начнем с того, кто наша целевая аудитория, максимальная целевая аудитория. Я отвечаю следующим образом. Наша целевая аудитория – это все мы, потому что все мы закредитованы, все наши соседи работают на двух-трех работах, не могут детям купить достойную одежду ежемесячно, многие в аренде. В общем, проблем у людей много, их не надо искать. Это ваши соседи, это ваши сослуживцы, коллеги по работе, это ваши враги, это те, кому вы должны, потому что, поверьте, у нас многие ребята подключают своих условно врагов, с которыми были какие-то терки, междометия. Они им звонят и говорят, Василий, помнишь, я тебе должен миллион? Вот тебе ссылка, лови. И люди заходят, потому что деньги людей не портят, если взять в общем. Это мы просто у себя в голове нарисовали, что там какие-то проблемы. Так вот, целевая аудитория – это обычные люди максимально. Что нужно сказать, чтобы человек активировал статусы, зарегистрировался? Звоните и говорите, есть проект, он долгосрочный, автор данного проекта, лицо медийное, то есть я постоянно в день, иногда по 10-20 видеокругляшков делаю, конференции, вебинары провожу, в том числе вот сейчас у нас там сколько, 7 человек, я вышел на связь, и мы с вами общаемся. Такого, ну если и было, ну не в таком количестве. Проще говоря, проект на предстарте, шоколадный маркетинг, проект долгосрочный. Почему долгосрочный? Потому что у нас второй этап развития – это открытие бизнесов, создание рабочих мест. И с каждым открытым бизнесом уровень доверия в нашем сообществе будет возрастать. Сейчас люди заходят там на S1, на S5 большинство, как только мы откроем первый бизнес, люди будут заходить на S5, на S7. Второй и последующий, речь уже идет о S10 и выше. Вот за последний месяц, за первый вот этот месяц, который мы на предстарте, более тысячи лидеров сетевого бизнеса поддержали наш проект, нашу идеологию, нашу концепцию. Более тысячи. Это представители классических продуктовых бизнесов, сетевых продуктовых бизнесов, инвестиционных, хайповых, матричных проектов. Люди, которые имеют опыт ведения бизнеса в онлайне более 20 лет. Наш маркетинг, нашу идеологию, меня как автора оценили, поддержали. И самое главное, показатели. У нас от студента до пенсионера люди, те, кто работают, заработали от 50 тысяч и более за первый месяц. Топовые лидеры, а топовые лидеры это те, кто просто не ленятся, взяли себя в руки, взяли ответственность за свою жизнь и близких в руки и просто начали звонить. Это же просто. Звонишь и говоришь, есть супер предложение, вот тебе ссылка, регистрируйся. Есть у нас стратегия, подари другу 110 рублей, закинули ему по его ID, по внутреннему переводу. Он активировал статус, потом говорите, 10 рублей выведи на ПР. Человек вывел, моментально получил. Больше хочешь, вот тебе лидерский вход. В маркетинге у нас в чат, когда заходите, на название чата щелкаете, там в документах есть у нас маркетинг. На английском, на русском. Какие у нас еще этапы развития? В феврале у нас планируется мультиязычный бот, то есть мы наш бот переведем на 5 минимум языков. У нас уже более 20 представителей с разных стран, Европа, Малайзия, кого там только нет. Поэтому нас не просто ждет будущее. Вы даже не представляете, вот я сейчас в командировке, в турне, с кем мы встречались, в Калининграде, в Сочи, сейчас я в Москве. Люди серьезные, прям очень серьезные, в том числе и долларовые миллионеры со мной встречались. Такие же, какие авторы, основатели различных проектов. У нас было в Сочи мероприятие, 10 часов мы сидели, только лидеры. И такие лидеры, с которыми я раньше за руку не мог поздороваться. И мы презентовали каждый свой проект и как мы, возможно, будем осуществлять коллаборацию. То есть сейчас у нас еще зайдут лидеры со структурами 100 тысяч и более, ну если мы договоримся. Но даже если не зайдут, мы же как-то сделали 75 тысяч без этих мощных гигантов. Поэтому никаких сомнений. Хотите зарабатывать, люди, вот они рядом с вами, это ваши партнеры. Не надо, вот эту запись потом им покажете, как приглашать. Да никак, просто позвони и скажи, Василий, вот тебе ссылка, регайся, я тебе 110 рублей заплачу. Вывел 10 рублей, вот тебе лидерский вход. И человек уже, исходя из своих потребностей, своих кредитов, обязательств и желания зарабатывать, он сам выбирает. Кто-то постепенно делает апгрейд, кто-то заходит. А у нас, кстати, есть такие ребята, которые зашли на 100 рублей на С1. И буквально за три недели, не вкладывая своих денег, а только за счет своей работы, они активировали статус С10. 102 тысячи, 300 рублей. И я не помню такого проекта, где у нас 100 рублей заходишь и за месяц 102 тысячи ты зарабатываешь, делаешь апгрейд. Это очень сложно. У нас делается все на лайке. Проще говоря, будьте уверены. Уверены во мне, уверены в проекте, уверены в долгосрочности. Потому что такой народной поддержки, как у нас, не было ни в одном проекте. То есть наш проект полюбили вы. Сила нашего проекта не только в моем маркетинге и в нашем статусе, а в каждом из вас. Ну, я думаю, вы видите, что у нас в чате творится. Это просто волшебство. А, ну, также еще экстрабонусы. У нас экстрабонусы от 1 рубля до 50 тысяч. В дальнейшем у нас экстрабонусы будут до 500 тысяч. Плюс у нас есть ежегодные, когда человек ежедневно по тысяче получает. Один уже победитель есть, это бабушка 65 лет. В пятницу второй будет. И так каждую неделю мы будем победителя выбирать. Они будут запиливать массу кружков ежедневных, что я получаю. Пятый, шестой, сотый, трехсотый день все платится. Поэтому доказательств уже полно, что у нас рабочий процесс, народный проект. Ну, и, в принципе, доказывать уже некому и незачем. Да, и, кстати, еще такой момент. Во многих проектах такое звучит возражение, самое распространенное. Пирамида. Так вот, в нашем проекте я лично видел, ну, максимум 50 слов. 50 фараонов, которые потеряли свою пирамиду. Ну, мы им указали путь на выход. А в других проектах, в которых я также когда-то участвовал, как обычный партнер, мне кажется, каждое первое возражение пирамиды. У нас этого нет. Почему нет возражения пирамиды? Это потому что у нас нет инвестиций, у нас нет каких-то обязательств, гарантий перед вами, обещаний ежедневного процента и так далее. У нас дар. А подарки не могут быть пирамидальными. Потому что на Новый год все друзьям, там, родственникам дарим подарки, там, тысяча, пять, там, я не знаю, магнитик на холодильник. Разве это пирамида? Поэтому все у нас супер, все классно. Но то, что мы запланировали на втором, на третьем этапе, это бомбически. В нашем проекте, вот, кстати, кто не знает, почему мы называемся статус 7.0. Статус – это ваш рейтинг, это уровень доверия нашего комьюнити к вам, то есть сколько вы сделали добра. Потому что каждую активацию – это вы 10 человек взбодрили в виде подарков финансов. Они взамен что делают? Они запиливают видеокружки. Соответственно, выше вероятность, что у них пойдет переливы, в том числе и до вас дойдут. Поэтому здесь все взаимовыгодно. Вот. И 7.0, берем две цифры, 15, пририсовываем 7 нолей. Эта сумма – 150 миллионов для любого активного партнера реально заработать за три года. 150 миллионов я просчитывал и брал не топового лидера, а обычного продажника, обычного менеджера, обычного человека, который просто делает целевые действия, запускает рекламу, прозванивает свой теплый круг, ну, и работает. И такие деньги – это колоссальные деньги. Вы потом направите на себя, на свои дома, квартиры, погашение кредитов, а потом что? Ну, надо какие-то открывать бизнесы, денег-то много. Вот и мы совместно будем открывать рестораны, кафе. И спустя три года мы будем ездить по всем крупным городам России, и у нас будут десятки тысяч предприятий. Нам не будет стыдно за нашу деятельность. То есть нашим детям, нашим внукам мы оставим очень много добрых дел. Предприятий, рабочих мест. Ну, и самое главное, у нас саморегулируемая организация, где каждый из вас от статуса S11 и выше принимает решение, в какую сторону мы двигаемся, что мы запускаем, какие предприятия первоочередные, какие там на втором месте. Любой из вас может от статуса S11 любую свою идею стартап запустить на нашу площадку, целевые доли, и наши партнеры, схожие по мышлению с вами, они поддержат, от 100 рублей до миллионов закинут, и вы реализуете свою идею, либо стартап. Но это вкратце. Задавайте вопросы, какие есть. Как объяснить людям, на чем зарабатывает статус? Ну, на чем зарабатывает компания? Как объяснять? Прямо народ сразу же спрашивает, с чего деньги-то идут? Хороший вопрос. Именно статус чего зарабатывает? Статус зарабатывает с комиссией. Вот у нас есть комиссии, по внутреннему переводу это 5%, вывод на Payr это 10%, плюс есть верхний аккаунт у меня как у основателя, но я их не зарабатываю. Я их отдаю вам в виде экстра-бонуса в глубину всем вашим людям. От одного рубля, ну, я думаю, вы уже сами получали, если приглашали и вас активировали. Вот. У нас на первом этапе заработка для компании как такового нет вообще. То есть наша задача, чтобы у вас максимально быстро строилась команда, максимально быстро выходили на уровень дохода от 100 тысяч и выше за первый месяц. Поэтому мы с вами просто делимся и делимся почти на 100%. То есть каждый из вас тратит свои деньги, а мы вкладываем в развитие ваших структур в первую очередь. Потому что задача, чтобы наш первый этап развития, популяризация максимально быстро перешел на уровень 100-200 тысяч людей. И мы это сделаем. Вот. Ну и самое главное. У нас деньги берутся от людей. Деньги от денег. Вот в этом может быть схожесть с пирамидальной основой, но у нас деньги дарятся. Пирамиды финансовые рушатся. Почему? Потому что 100 рублей поступило, а надо выплатить 200. Если приток людей нарушился, соответственно, оплатить-то нечем. И, естественно, последние пострадавшие. А у нас последние ребята, они добродетели. Они сделали подарки. Они получили взамен, также бесплатно от нашей компании, рекламный инструмент, где они могут на нашем Телеграм-рекламном канале размещать любой свой проект, любую свою идею, в том числе и стартап. И, соответственно, получать клиентов потенциальных. А у нас максимальная целевая аудитория. У нас предприниматели, люди, которые пытаются и планируют изменить мир к лучшему. Ну, соответственно, у нас реклама, она того стоит. Ну и также у нас второй продукт – это онлайн-образовательная практическая платформа, где люди, когда купили статус наблюдателя в предприятии, они получают полный доступ ко всем отчетам, выгрузкам. То есть они получают к видеонаблюдению 24 на 7. Вот вы сейчас сидите на кухне, будете сидеть с друзьями. Вложили, например, в 10 предприятий по 100 рублей. Суммарная нагрузка для вашего семейного бюджета – 1000 рублей. И вы будете наблюдать и обучаться 10 разным бизнесам. Практически наблюдать и обучаться. И этому институтов не учат. То есть мы вам откроем все секреты, все фишки, как мы это делаем. Но самое главное, даже об отрицательных моментах мы будем с вами делиться. Например, вложили в рекламу, она не выстрелила. Мы будем говорить, вот сюда не надо вкладывать. Или, допустим, подали объявление, чтобы найти новые кадры. Не получилось, либо нашли нам какие-то неудачные кадры. Соответственно, мы скажем, что с этим кадром агентства тоже дело иметь нельзя. И когда человек уже практически обучился и на базе наших маркетингов, либо в другом месте заработал свои 5-10 миллионов, и он готов открыть, например, свое СТО, он к тому времени будет уже готов. И выше вероятность того, что он не обанкротится. Также он может купить с третьего этапа у нас франшизу, например, СТО. Ну и, соответственно, там уже все бизнес-процессы оцифрованы до автоматизма. Мы ему поможем быть на плаву, то есть не обанкротиться. А, как известно, начинающие предприниматели за первый год 9 из 10 становятся банкротами. Проще говоря, вроде у нас продукта нет, но на самом деле у нас два продукта есть. И таких продуктов, их нет в мире. У нас эксклюзивные, но самое главное дешевые продукты. В нашем проекте нет обязаловок, пригласить двоих, активировать определенное количество статусов. Все добровольно. То есть все подарки у нас, они добровольны. И мы за последний месяц людей научили дарить 100 тысяч и более абсолютно незнакомым людям. И это наше достижение, не только количество, но и качество. Но у нас новая экономическая модель взаимоотношений между людьми. Кому-то она понятна, сразу близко к сердцу, кто-то радуется. У нас уже более тысячи текстовых сообщений, что люди долго искали подобную модель бизнеса. И они ее нашли. Более тысячи видеокружков людей, которые уже зарабатывают на этом бизнесе. Поэтому что тут доказывать? Нормально все, работаем, развиваемся. Задавайте вопросы, а то я могу долго разговаривать. Скажите, пожалуйста, что дает переход? Насколько я поняла, Наташа и Зуя рассказывали, что на какую бы сумму ты не зашел, и к тебе человек, если под тебя заходит, ну то есть, скажем, я на 100 рублей зашла, а под меня человек зашел на 50 тысяч, да? То я в любом случае, я все равно с него получаю 50%. Правильно же, да? Да, все верно. Единственное, что вот когда у вас места в матрице занимаются, например, в S1, вы получаете всего 4 рубля. А места в матрице не всегда занимаются благодаря вашей работе. Бывают действительно у нас переливы, многие это уже прочувствовали. Вот так вот, если у вас S10 активировано, то вы с S10 получаете 2046 рублей. Это 4%. Статус дает возможность большего количества клонов, ну клонов или мест, да, в матрице? Не, клоны это не про нас, мест. Да, то есть, вот допустим, в S1 у вас, у вас всего 2046 мест. А S10 у вас 20460 мест. 2046 мест вам приносит по 4 рубля, то есть 8 тысяч. А если все места, то вам приносят все места в S10 матрицах, то есть в 10 матрицах. Вам принесут 8 миллионов 377 тысяч. Это мы говорим про 4%. А если вы активно приглашаете, то вы с каждого, с каждого своего личника, партнера получаете в перспективе, если он закроет тоже S10 хотя бы, 837 тысяч. Помимо этого, раз он закрыл, значит он активный. Вы еще получаете 10%, а всего 50%. То есть, один личник, качественный личник, он вам приносит в потенциале до 10 миллионов, если он работает. Поэтому речь идет о серьезных деньгах. Многие начинающие такие, а что там, 100 рублей, это ерунда. А когда им говоришь то, что у нас уже есть представители классических бизнесов, которые заходят там на S13, на S14, и есть уже переговоры людей, которые, долларовые миллионеры, которые хотят зайти на S20, то есть речь идет о серьезных деньгах. То есть S20, чтобы вы понимали, это на полном пассиве, если повезло и там переливы есть и все остальное, речь идет о полумиллиарде рублей. А если человек приглашает активно таких же бизнесменов, там качественных сетевиков, активных ребят и девчонок, то речь идет о нескольких миллиардах. Вот он потенциал нашего бизнеса. То есть он долгосрочный, сверхприбыльный, плюс у нас еще экстра бонусы, есть фишечки, плюс акции, плюс возможность самореализации, поиска, вернее, вы найдете тут партнеров, друзей, потому что действительно мы уже подружились. И если до этого проекта я мог сказать людям, так скажем, похвастаться, что я тот человек, который зарабатывал, зарабатываю миллионы более в месяц, а мой рекорд был на тот момент 2 миллиона 400, по-моему, 60 тысяч в день за два часа. То есть я хороший продажник сам по себе. То сейчас я могу смело сказать, что за последний месяц, что со мной, благодаря мне, благодаря нашему проекту, благодаря нашей команде админов и моих друзей близких, мы сделали так, что у нас тысячи людей заработали сотни тысяч рублей, некоторые миллионы рублей, рекорд на сегодня, по-моему, там 2 с чем-то. Вот за... То есть человек заработал 2 с чем-то миллиона за месяц, за первый месяц на этапе предстарта. Ну, вот как-то так. Кому непонятно, могут в Ютубе видеообзоры посмотреть. У нас там есть... Кстати, есть такие люди, видеоблогеры, к ним относится Виталий Киев, который... Если ему проект не нравится, ни за какие деньги, ни за какие коврижки он не будет положительный отзыв делать, и тем более участвовать в проекте. А в нашем проекте он один из топ-лидеров. Он заработал, если не ошибаюсь, там около миллиона уже рублей, может даже больше, но я не анализирую эту информацию. И вот этот человек, которому люди доверяют со всего мира, он сделал полный разбор маркетинга, полный разбор нашего проекта, объяснил людям и обосновал, почему мы не являемся финансовой пирамидой и не можем ею быть. Все четко по полочкам. Но рекомендую посмотреть, если кто-то из вас не видел. Друзья, включайте микрофон и задавайте вопросы, пожалуйста. Нас прибыло или пока мало? Вот, прибыло. Сергей Лазарев, вы постоянно включаете микрофон, спросить что-то хотите? Да, да, да. Это не Сергей Лазарев, это жена его, Наталья Лазарева. Ну, я уже спрашивала. Ну, вот на то, что сейчас Александр рассказал, похоже, ну, так сказать, народным языком, можно сказать, что это как типа касса взаимопомощи друг к другу. Правильно я понимаю? И да, и нет. Не касса взаимопомощи. Касса помощи, наверное, так будет правильно. Для тех людей, кто только пришел. И, возможно, касса взаимопомощи. Если вышестоящие ребята будут активно приглашать, будут переливы у этого, допустим, лентяя, ну, мы не исключение, к нам тоже приходят люди, халявщики, лентяи. Но цель не в этом. Цель именно работать. Мы похожи на реалити-шоу. Потому что у нас действительно столько видеокружков, а дальше будет интереснее, когда мы будем делать с помощью студии, аудио-видеозаписи Алексея Петросяна, качественный контент, качественные видеообзоры каждого бизнеса. И люди будут наблюдать и смотреть, как этот процесс происходит. Там кто-то лежа на диване, кто-то за столом, кто-то с друзьями за рюмкой водки. Они будут наблюдать, как мы меняем мир, как мы открываем предприятия, как у нас появляются рабочие места, как люди, которые сидели без работы на пособии, допустим, там за 6 тысяч, стали зарабатывать 30-50 тысяч и более. Также мы показываем то, что у нас даже, как бы сказать вежливо, у нас даже инвалиды, вот может быть кто-то видел, там, по-моему, Владимир Ким, ну фамилия могла ошибиться, человек с ДЦП зарабатывает деньги в нашем проекте, который еле разговаривает. Поэтому, и у нас таких много, ребят, которые инвалиды, пенсионеры, они просто берут и зарабатывают. То есть раньше жили на копейке, сейчас уже зарабатывают там 30-50 и более тысячи. И для них это просто ноу-хау наш проект. Поэтому не касса взаимопомощи, это точно. Касса помощи может быть. Реалити-шоу, это будет более удачно сказано. Но самое главное, каждое слово, которое мы декларируем, мы его делаем. Поэтому уровень доверия, он будет возрастать, не просто там с каждым днем, я думаю, наверное, с каждым часом. Потому что если мы сказали, мы это делаем. Так же, как и я, как автор и основатель. Если я сказал, что я буду максимально свою прибыль выдавать в виде экстра-бонусов, я и буду делать. Потому что у меня нет цели в жизни золотыми покрышками обложиться кирпичами и умереть в этом саркофаге. Я хочу сделать так, чтобы наш проект, меня, вас, активных партнеров, которые мне помогают, чтобы нас запомнили, чтобы мы записали свои имена в историю, чтобы наши дети и внуки гордились то, чем мы сейчас занимаемся. там понятно, что многие не верят, но за меня, как за личность, уже многие тоже видеокругляшки делали. Люди, которые меня знают десятилетиями. Тот же Денис, мой друг, который знает 25 лет и видел все мои взлеты и падения. Он знает, что я тот человек, который делает. Задавайте вопросы. У нас 8 человек, а то мы с Лаздерем только общаемся. Тут еще, кроме меня. Александр, куда деньги, как они распределяются, допустим, вносимая сумма, как она, куда уходит? Как она распределяется? 50% идет лично вашему оплайнеру за то, что он вас пригласил. 4% идет вашему оплайнеру, потому что вы заняли место в матрице в его. Помимо вашего оплайнера еще 9 человек, итого в сумме получают по 4%, итого 90%. С 50% оплайнер вашего оплайнера получает еще 5%, итого сколько у нас? 95%. И с 4% также люди получают. В общем, вкратце, у нас 96% и 6% идет в систему, часть идет нам, админам, плюс у нас комиссии. И вот то, что админом идет и комиссией, сейчас идет на экстрабонус. по максимуму. То есть, можно округлить и сказать, что у нас 100% идет в сеть. Так будет правильно. Чтобы в цифрах не путаться, потому что цифры у нас, они сложные. С виду простые, а на самом деле сложные. Понятно. То есть, ты приглашаешься, заполняешь эти матрицы, и с этого имеешь доход. Ну да. И вы состоящее. Если вкратце, да. То есть, вообще, правильные переливы, они идут от ваших активных, целевых действий, когда вы пригласили, и ваш личник активировал статусы, вот правильные переливы идут от вас вверх вашим партнерам. Это правильно. Если так происходит, тогда ваши аплайнеры начинают более эффективно работать. И у вас появляются, ну, если вы где-то там приболели, не дай бог, либо с меньшей скоростью работаете, соответственно, переливы к вам тоже приходят. Прочее говоря, переливы – это дополнительный возможный бонус. Он необязательный, он может быть, его может не быть, он может произойти за одну секунду, а может произойти за бесконечное количество времени. И первый перелив получит ваш правнук. Понятно. То есть, вот, за исключением переливов таких всех, чем это похоже на пирамиду этого, ну, не пирамиду, а как она? Эхеопс. ММ. МММ нет. Почему нет? Потому что, вот смотри, прям по полочкам, чтобы получить деньги в этом мире, если не берем мы криминал, ну, даже если криминал, везде нужно работать. Вот просто везде. Мы же не говорим про лотерею, про казино. Надо работать. Работать усердно. Можно инвестиции можно не работать? Ну, конечно. Ну, чтобы инвестиции вложить. Нужно заработать. Нужно заработать, да. вот чтобы заработать, покажите мне еще одну компанию, еще один проект, где вам платят 54%. Я не знаю такого. Я как опытный продажник вам скажу, мне приходилось работать за 0,5% от чистой прибыли. то есть это там 0,05% примерно. Максимум я зарабатывал, будучи даже там руководителем, это 2-3% от оборота. 2-3. А здесь у нас за счет того, что почти все, 100% в сеть идет, 54%. И это просто супер. Также вы можете быть на статусе S1, приглашать, просто пойти и пообщаться с бизнесменом. Не бояться ему что-то объяснить, а просто прийти и сказать «Здравствуй, у меня к тебе предложение». И не задумываться над словами, просто рассказывать, рассказывать, YouTube показывать. И человек посмотрит, скажет «Блин, а он же прав». И активирует S20. И вы, будучи обладателем статуса S1, заработали за одни переговоры 2 миллиона 800. Не хватает навыков, YouTube, Google в помощь. Открывайте основу продаж при долине возражений, смотрите, как мы работаем, а мы делимся своими фишками, секретиками в открытую и на вебинарах, и просто в видеокругляшках, в текстовом формате. Просто делайте, отрабатывайте навыки. Новые, если для вас они не отработаны. И все, и ваш уровень жизни изменится. Там 200, 300, 500 тысяч, это элементарно. Просто встаешь с дивана, идешь и делаешь целевые действия. Ну, либо сидишь и говоришь, что это там пирамида Хеопса. Все работает. Наш проект дает деньги только тем, кто верит и работает. Так, ну что вы, молчаливые ребята, девчата, партнеры, давайте речевую чакру разрабатывать. Ребят, ну давайте, правда, для вас же собирался Zoom, Александр специально подозревает. У меня, предложение, давайте послушаем Наталью Аарен ДТ. Она там сидит так интересно на фотографии. Вот, Наталья, рад тебя увидеть. Микрофон включи, пожалуйста, слева внизу. Тебя не слышно, микрофон включить надо. Алексей, включите Наталью. Пытаемся, пытаемся. Наталья у нас только-только присоединилась, а... Вот, Наталья, молодец. Все получилось? Да. Да, здравствуйте. Будущие миллионеры. Вот какая красотка растет. Дочка? Дочка. Вторая, первая 29, она тоже уже в системе. Вот. общаться, задавайте вопросы. Александр, да, какой вопрос? Вопросов у меня один вопрос. Хотелось бы стать лидером такой компании, но мне нужно определиться с правильной постановкой предложения. то есть самой разобраться и определиться с постановкой предложения, потому что у меня круг общения, ну, такой, я уже в сетевом бизнесе была. Наталья, расскажи, где ты работала, в каком бизнесе. Ну, расскажи про себя, вот это тоже очень важно. Ну, вообще, я преподаю хореографию маленьких детей, то есть я тренер-хореограф, вот, а в бизнесе я была в бизнесе, ну, в сетевом НЛ, потом у меня мама Вертерия, то есть, ну, в принципе, я как бы прошла все это изучение маркетинга, у меня команда была, я по заявлению просто ушла из компании. Ну, ты же была, я так понимаю, в компании НЛ прям лидером, ты с Черняховскими работала, да? Ну, я не с Черняховскими, я со Славой Шарком, ну, с Черняховскими, да, но у меня небольшая была команда, но я в лидерский чат попала, вот, и у меня стало, как сказать, то есть, я являюсь, и у меня свой бизнес хореографический, и мне просто сетевой стало забирать столько времени, я поняла, чтобы быть лидером в компании, нужно полностью посвящать себя, то есть, у меня так случилось. Наташ, ну, смотри, очень много вопросов, очень много и, ну, я, давай я тебе расскажу буквально в трех предложениях, как грамотно объяснять любому, даже бизнесмену, вот смотрите, на примере тебя, ты живешь хореографии, ты обучаешь деток танцем, насколько я понимаю. Да, я обучаю деток, взрослых, сейчас онлайн-школой своей занимаюсь в связи с пандемией, онлайн-курс, то есть, меня во всех смыслах интересует вот это. Как ты смотришь на то, чтобы представители твоей авторской хореографической школы были по всему миру, чтобы у тебя была самая известная в мире хореографическая школа, по определенным шаблонам, естественно, которые ты выработала, по авторским методикам, твои представители будут обучать деток. Тебе это будет приятно? Ну, естественно. Вот он ответ, как нужно приглашать. Нужно приглашать через призму того, о чем человек думает ежедневно. Вот ты думаешь о хореографии, о детках. Соответственно, нужно к тебе и говорить. Наташ, в нашем проекте есть возможность масштабировать твои идеи бизнеса, максимально самореализоваться как личность. у меня мысль, на какой мысли я пришла? Я еще занималась недвижимостью как инвестор, то есть я всесторонне обожаю всякие бизнес-варианты, маржа, вот это все, это мое. Вот. Ну, вот у меня, на какой я пришла? Я хотела бы оставаться, допустим, преподавателем хореографии, фитнес-тренером, да, масштабироваться там. Не получится, я просто четко знаю, внутри системы не получится заработать там 10-20 миллионов, например, да, это мне нужно сильно состариться, чтобы уже, вот, а я пришла на то, что мне хотелось, я всегда думала об инвестициях дополнительно, то есть чтобы я могла оставаться тем, кем я являюсь, и еще и заниматься инвестициями, ну, какими-то инвестициями, чтобы у меня был пассивный, ну, понятно, что не пассивный, но такой доход, и меня там не устраивает, например, там 200 там тысяч, там 300 в месяц, то есть хотелось бы, Соня, я заняла. Хотелось бы хотя бы в день, да, 300 тысяч? Ну, для начала, я занимаюсь, ну, еще детский психолог, и, в принципе, увлекалась психологией, я поняла, что нужно для начала людям не шашкой махать, а разрешить себе это, научиться это, до людей доносить, что они себя там не на помойке нашли, потому что шашкой, это можно полжизни махать, а толку. Что нужно сделать, Соня? То есть, вот я к этому пришла, мне хочется уже с такими людьми работать, которых не надо вытаскивать, которые, как я, сами спрашивают, а что надо делать, а как это работает? не, не, ну, к сожалению, или к счастью, все равно у нас такие будут люди, потому что лентяев, труднее их больше в мире, мы же как пчелки, вот мы пчелки, а кто-то пришел просто мед понюхать, надеяться, что его в домик запустят, но вообще погреться. Я хочу дом, я хочу на землю, я хочу с ноутбуком по миру, что называется, и чтобы у меня бизнес работал. Наташа, тогда тебе в команду наших лидеров, я вот, так я хочу, я хочу турне, потом по миру поедем. Наталья, поехали с нами в Сочи тоже, мы же послезавтра в Сочи летим, поехали с нами в Сочи. Я знаю все, да, началось, я знаю, у меня занятия, у меня ребенок занятия, у меня занятия, которые я сама веду, мне хочется разобраться так, чтобы я просто без тормозов могла любому человеку ненавязчиво вот все это рассказывать со своей позиции, Ну, поэтому и надо говорить через призму. Но, как правило, человеку, которому мы говорим, мы о нем что-то уже знаем, а о большинстве мы знаем многое, то есть человек, допустим, там в автосервисе, другой человек маникюр делает, кто-то творческая личность, вот, допустим, как Алексей Петросян, он у нас замечательно поет, замечательно играет на гитаре, и в ближайшее время мы запишем альбом с ним, вернее, он запишет, мы его поддержим. Ну, я станцую. Вот, видишь, ты танцуешь. Вот какая коллаборация уже, как вот люди подбираются. Кто-то у нас будет из фортепиано вылазить, в пачки. Обязательно, да. Всех задействуем, остальные будут наблюдать, олимпийский соберем. Я просто, когда в Инелле была, мне просто хотелось всех спасти, я все друзей собрала, посадила на три машины, привезла на встречу к лидеру, к своему, и сказала, я хочу зарабатывать миллионы, я не хочу, чтобы мои друзья оставались здесь, а я вот хочу всем рассказать и всех спасти. Ну, понятно, что никого не удалось спасти. Да, да, вот Наташа, смотри, хороший на самом деле пример всех спасти. В любую продуктовую компанию, когда ты приводишь своих знакомых, людей, близких, ты пытаешься перепрошить им мозг. Да, я пытаюсь. Как вы так плохо живете, бедно живете, вот вам НЛ, там продукт, вот вам банка, сбалансированное питание. кушаете, приглашаете, у нас там, вот, а у нас другая система. Да. Ты приглашаешься, ты кто? Хореограф? Да. Ты нам нужна, именно как хореограф. Понимаешь? Вот это мне и понравилось, что мне не нужно людям про волшебство никакого продукта объяснять. Я могу там кушать НЛ, Вертеру, не знаю, мыть тряпочками дома все из Гринвэя. Ты с вами, мы тебя будем поддерживать, более того, на нашей платформе ты сможешь даже рекламировать эти программы, эти проекты. Ну, у меня концепция схожа, Александр, с вами, потому что мне хочется какую-то миссию нести, потому что я с детьми, у меня более ста детей, вот надо сейчас, да, обычно у меня детей 200, ну, вот, как бы, единовременно. Ну, я в разных садиках, у меня коммерческая организация в садиках, и я вижу этих детей, я понимаю, что такое ребенок просто с другой стороны. Вот мне хочется эту миссию нести, это не просто там какие-то танцульки, а дети, они же формируются до семи лет, у них представление мира. А ты у нас с Новосибирска же, да? Да, я у нас с Новосибирска, с Кировского. Понятно. Просто у меня две дочки, старшая и младшая, они тоже танцульки. Ну, вон у меня, вон моя, вон. Вот так, вот так мы живем. Ну, вот и у меня такие же обезьянки. Да, обезьянки, причем мам, 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 у нас вот. Ну, возраст такой, конечно, дети цветы жизни. Да, и мне, я когда лидером была, мне очень много вот это время занимало, у меня чувство вины, естественно, начало возникать и у моих девчат, которых я приглашала, потому что они очень сильно начали уходить из семьи в сам этот погружение, в этот бизнес. Вот здесь тоже. Наташа, у меня, знаешь, какое предложение? Я рад, что мы схожи с тобой по духам. Я безумно рад, что ты в нашем проекте поддержала нашу миссию, поэтому будем дружить, развиваться. На любые вебинары, даже местечковые, с твоими ребятами, девчатами, зови меня, приглашай, Артема Казанцева, мы обязательно забежим, минут на 10-15 и поддержим ваш движ. Давай мы передадим слово другим участникам нашего вебинара. Отлично, с удовольствием. Да. Вот у нас есть Вероника. Вероника, включайте микрофон. Давайте Веронику заставим разговаривать. Здравствуйте. Привет, Вероника. У меня вопросов нет, я разобралась во всем. Какой у вас статус? Так не прокатит, сейчас мы тебе разговарим. Статус у меня восьмой. Я сразу зашла на шестой статус, на следующий день подняла на седьмой статус и вот на прошлой неделе, в понедельник, подняла на восьмой статус. Вероника с нами в Сочи летит. Вероника, расскажи тогда о своем отношении к статусу 7.0, к нашему движению, к нашему чату. Что ты уже получала, экстра бонусы, доход и все остальное? Ну, вкратце так. Доход у меня небольшой, но мне этого хватило на билет в Сочи и обратно, на гостиницу с проживанием, с питанием, то есть я заработала уже себе на отдых. А команда у тебя большая? Там экстра бонусы получала или нет? Экстра бонусы у меня маленькие, рубль два, три, по-моему, прилетали, большие не прилетали. Команда тоже небольшая, есть такая еще дремлющая. А есть твои партнеры, которые тебя уже опередили, которые на статусе С-9, С-10? Нет. Просто вот хотелось бы сказать, ну, я наблюдаю, вижу полностью все транзакции движения в нашем проекте и в последнее время очень часто люди стали пропускать. То есть они находятся, например, на статусе С-5, а их личники либо уже в глубине кто-то активирует С-6, С-7 и даже С-11, С-12. И люди пропускают. Это вот про то, что... Так, кто у нас сейчас тут? Семья еще была. Фамилию забыл. Они ушли, да? Да-да-да, Саш, ушли. Да, ну вот только что семья была с нами в эфире. Они говорят, какой смысл активировать более дорогой статус, если и так 50%. Вот как раз я про это и хотел сказать. То, что люди теряют и теряют колоссальные деньги, там, 500 рублей за каждое место в глубине. Например, на матрице С-8, С-9, С-10 они теряют 250, 500 и более рублей. И это за каждого. И в день таких потерь и в день таких потерь бывает несколько тысяч, даже десятка тысяч. Поэтому здесь купе платит дважды, один раз пожадничал, не активировал более дорогой статус, потом идут потери, потери и потери. Потому что проект развивается просто космически, максимально динамически. Да, маркетинг понятен, он простой и очень доступный, и все понятно. Так, ну все, Александр, у нас... Закругляемся тогда, да? Да, закругляемся. Все, все. Всем большое спасибо Наташе и всем другим партнерам, Алексею, Артему, Казанцеву. Видишь, какие у нас партнеры классные. Вот, Саш, большое, большое тебе спасибо, что уделил время, на самом деле, твое драгоценное. Я знаю, как оно. Но зато люди, ты понимаешь, я бы тебя просто так не позвала. Ты понимаешь, люди приходят, хотят прям прочувствовать твою энергию. Когда человек прочувствует твою энергию, он больше доверяет. Как я вот встретилась с тобой, мне говорят, откуда у тебя такая уверенность? Вот как ты так прешь? Я говорю, я с человеком просидела два часа. Прешь. Прешь, прешь, прешь. Этим мы людей удивляем, то, что в нашей концепции, в наших словах нет ни грамма, ни одного слова лжи. А еще, знаете, вот такой момент. Мне недавно два или три партнера выслали хейтеров. То есть, такие покупные, заказные, либо глупые статьи, которые якобы нас разоблачают. И примерно звучит это так, что нет основателя, нет лица, неизвестно, кто создал, с админами нет прямой связи. Приводят, в пример, какие-то сайты, которые к нашему проекту вообще никакого отношения не имеют. Может, какие-то партнеры наши у меня где-то сделали, но, скорее всего, даже это не наши сайты. Приводят, приводят. Примеры много, ну, прям видно, что один за другим отзывы отрицательные, отрицательные. Тут же пытаются с ними бодаться наши партнеры, переводя примеры, то, что все хорошо, все платится, все замечательно, мы идем только вперед. Так вот, я думал, как с ними сделать, как с ними выстроить диалог, либо их просто игнорировать. Я написал сообщение, не знаю, сейчас модерацию прошло, не прошло, я представил, что я автор данного проекта и заплачу любому из них 100 тысяч рублей, если хотя бы они докажут одно свое лживое слово высказываемое. Вот, это один момент. Второй момент, я потом посмотрел сайт и сайт, на котором изложена вот эта ложь по отношению ко мне и к нашему проекту, у этого сайта нет ни адреса, ни названия, ни собственника, ни телефона, ни e-mail, как с этим собственником сайта, автором сайта связаться. Зато есть более 100 реклам, чистых, хайповых предложений, пирамид, буксов, кранов каких-то, ну, в чистом виде лохотронов. И он пытается нас очернить. И вот этот момент, если кто-то из вас столкнется, вы приведите этот пример. То есть, люди, которые нас пытаются очернить, на самом деле у них лицо не просто в пуску, они прям конкретные негодяи. Ну все, да? Прощаемся. Все, Саш, все, давай, спасибо большое. Только вперед, время создать. Пока-пока. Всем огромное спасибо за эфир. Саша, спасибо. Продолжение следует...